И первый вопрос у меня будет по адаптации Ох, это ваш этот коучинг Какой ужас Психологический гомеостат, он тоже существует Вернее, не только вас выбирает, но и вы выбираете Если человек теряет очень что-то значимое Фактически для него это равносильно смерти Ну, то есть, вот так вот переключаться Это биполярка Спорим Гнев, отрицание, торг, депрессия, принятие Ух ты, моя любимая шоколадочка И что, помогло? И наша задача подстраиваться Подстраиваться, чтобы не выгорать Хм, скоро пройдет Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете Вы можете меня просто обвинять Мне очень-очень страшно Привет, это Натив Сегодня вечером поговорим об IT не только Друзья, сегодня действительно будем говорить О темах, которые в принципе связаны с IT Но больше мы затронем такие моменты, как Профессиональная адаптация Психологическая адаптация Профориентация Самое главное, те проблемы, которые беспокоят Не только людей, которые хотят войти в IT Но и в принципе, которые хотят сменить профессию О том, насколько это сложно И как это можно сделать легче Расскажет бизнес-лайф-коч И клинический психолог Соня Ермолович Вы готовы, дети? Да, капитан Я вас не слышу Привет Привет Давно не виделись Второй раз Да, давно не виделись Сколько? Полгода где-то уже прошло Собственно Мы сегодня с тобой будем говорить О интересных понятиях, которые затрагивают ребят, которые приходят к нам на обучение В принципе, любого человека, который сталкивается с ситуацией, когда надо поменять профессию И первый вопрос у меня будет по адаптации То есть мы сегодня говорим про адаптацию Да, 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 да Давай так, смотри Есть понятие адаптации, которое мы каждый понимаем для себя То есть адаптация это привыкание к каким-то новым условиям Ну да Собственно, чем это понятие отличается, например, психологической науке? Ну смотри, вообще адаптация действительно это такая вещь, как вот в природе что-то адаптируется Занимает это, во-первых, в сроках Да, потому что есть какие-то вещи, которые занимают миллионы лет К примеру, там, как развивались рептилии те же Или как развиваются там, не знаю, там в горах какие-то деревья Ну это уже отдельный вопрос Что касается психологии, в принципе, человеческой психики То, что адаптация это такой Мы считаем, что вот то, что адаптируется наш организм Да, то есть что-то становится рудиментарным, становится ненужным То, что наш организм, скажем так, постоянно подстраивается под какие-то физические условия Это норм А вот психологические, это вот прям как-то не нужно Все ждут, что вот это вот закончится и будет как раньше Ну вот, знаешь, вот я так часто слышу Ну ведь ковид пройдет и скоро все нормализуется Примерно это можно сравнить с гомеостазом в организме Ну, представляешь, что это такое Да, вот есть гомеостаз, это примерно то, что вот организм поддерживает Да, то есть баланс Баланс вот этот Но мало кто задумывается, что в течение суток у него температура там, к примеру, не только 36,6 А в зависимости от того, ты пробежался, температура стала там выше Выше Ты ложишься спать, температура стала ниже Также с давлением, с частотой дыхания, с кучей-кучей-кучей штук Как это интегрируется в наше вообще понимание жизни То есть если бы наш организм Вот этот вот гомеостаз, он постоянно меняется И вот, по-моему, Роберт Сапольский даже дал этому интересное такое название, как алостаз То есть это гомеостаз, который подстраивается каждую секунду под новые условия А вот теперь представь, как бы это было в жизни Если бы мы, к примеру, вот наш организм такой На улице плюс 40, хм, скоро пройдет Не буду я там выделять потовыми железами влагу Не буду я охлаждаться Не буду я там, не знаю, еще что-то делать Скоро пройдет Мы бы все заработали тепловой удар Ну да Но почему-то в психологической точке, с психологической точки зрения, да Оно получается, что как-то люди такие пытаются оттянуть этот момент Типа, а вдруг пройдет Она авось закатит А на самом деле важно понимать, что психологический гомеостаз, он тоже существует И заметь, как мы адаптируемся Вспомни жизнь в 90-е Абсолютно суровую Я особо не помню, я малышом был Ну хорошо, вспомни свой суровый детский садик Хорошо И представь, какой детский садик теперь, в который ходят детки Ну плюс-минус Я, честно говоря, еще пока не столкнулся с детским садиком Хорошо, не буду говорить, тебе повезло или тебе не повезло Но лучшее, конечно, впереди Ну вот, допустим, ладно Как общались люди в тех же 90-х и как общаются люди сейчас? Более открытые Расположенные к общению Более открытые Уровень агрессии меньше И естественно, естественно, естественно Это все требует действительно адаптации Просто какие-то вещи мы не осознаем Что что-то меняется Да даже мы меняемся Мы в течение дня меняемся Иногда, знаешь, там встал утром, настроение плохое Да А потом встретил кого-нибудь веселенького Например, ты меня встретил Да, и оно поменялось И оно стало лучше Поел, стало настроение лучше Вот это вот психологическая адаптация В психологии адаптация в первую очередь Это умение Вот такое честное умение признаться себе Что как раньше уже не будет То есть жить как до ковида мы уже не сможем, к примеру Да А второй момент это проактивная позиция Потому что, объясню, что это такое Потому что, знаешь, всегда есть такая штука Что большая часть людей почему-то ждет Что вот придет, прилетит вдруг волшебник В голубом вертолете И покажет кино Или, ну, если кому-то не повезет что-нибудь другое Но такого не происходит Нужно быть проактивным Пока, собственно говоря, гром не гренит Мужик не перекрестится Но здесь нужно самому греметь Чтобы уже не было мучительно больно потом Чтобы просто не получать вот этот вот Перегрев вот этот вот от происходящего Ну или действительно, чтобы не было мучительно больно Это хорошо видно, к примеру, по пожилым людям Допустим, которые говорят Мне не нужен этот интернет Насколько у них разрыв от реальности случается большой, да? И вот точно так же это происходит и в профессии Когда человек считает, что он окончил институт И может вот так же грести, 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 грести И ничего не надо менять А на самом деле оно уже так не работает Правила в обществе меняются сейчас каждый день Информационная нагрузка огромная И наша задача подстраиваться Подстраиваться, чтобы не выгорать Подстраиваться, чтобы не выпадать вот из реальности То есть, к примеру, случился коронавирус Часть там курсов, обучения, работы Перешли сразу в онлайн Это умение переобуваться в воздухе условно Но при этом не заболевать При этом не зарабатывать в себе тревожные депрессивные расстройства Не жить с дергающимся глазом И не говорить Мама, сбери меня обратно Вот примерно эта адаптация по версии психолога Как-то вообще организм может без неё прожить? Без адаптации? Ну, я уже приводила пример В том, что если, к примеру, в нашем организме Ну, допустим, мы начнём там перегреваться Или же наоборот Вот мы будем замерзать И не будет включаться вот этот вот естественный тремор организма Естественно, будем больше болеть Естественно, что касается психики Всё-таки я рассматриваю её как отдельный орган Да просто человек вполне возможно, что сойдёт с ума Ну, потому что смотри Ты живёшь условно в каких-то таких своих иллюзиях Которые у тебя были там в 14 лет И вот если ты в них будешь жить дальше Сколько тебя будут обманываться? В какие вообще, в принципе, траблы Говоря народным языком Ты будешь попадать То есть это вот, знаешь, такой, короче, народный дурачок Но я не знаю, как выразиться Ещё хорошая фраза «синдром Блажка» То есть, в принципе, прожить без адаптации Как в физиологическом смысле Так и в психологическом смысле невозможно Единственное, что на какие-то вещи Требуется больше времени Там больше количества поколений, к примеру Вот на развитие мозга, да, там префронтальных частей мозга То есть вначале был там более развит То, что называется рептильный мозг Потом лимбический Потом префронтальная кора И вот оно всё, мозг наш развивается до сих пор И так оно и есть Какие-то вещи становятся рудиментарными То есть из-за того, что мы пользуемся смартфонами У нас там больше развит, к примеру, указательный средний палец Но менее развит и безымянный мизинец Да, там больше зажатый шейный отдел Такое тоже есть От этого никуда не уйти Ну, то есть понятно, что это всё нужно контролировать Но от этого никуда не уйти И вот это требует меньше времени Нежели, конечно, какие-то более развитые структуры мозга Вот такая вот штука То есть в принципе человек, это полностью вся жизнь человека Это адаптация Адаптация Суровая адаптация Ну, смотри, хорошо Мы рассмотрим ситуацию, когда человек чего-то лишается Например, это может быть работа Либо это может быть какой-то статус в обществе Либо это какая-то игрушка, которая для него очень важна То есть у него тоже своего рода происходит адаптация Когда наступает момент, что это момент тревожный А когда, ну, то есть как человеку вообще действовать в этой ситуации То есть какие индикаторы указывают на то, что он может самостоятельно с этим справиться А когда надо бить тревогу Смотри, в любом случае, когда человек лишается чего-то очень значимого Это большой удар И тут вопрос от того, насколько у человека Ну, кто-то бы сказал, развито эго Тут я не буду говорить, я не буду лезть во фрейдизм Потому что это довольно спорная вещь Я все-таки скажу чуть проще Это зависит скорее от того, да, насколько человек изначально пластичен То есть насколько мы можем не прикрепляться к чему-то одному Потому что, знаешь, вот есть люди такие ригидные Вот они впились во что-то И вот для них потеря работы Это вот просто конец света Это вот как в Японии Я думаю, ты знаешь, что у них есть такая тема Как она называется Закон свежих выпускников Когда у них компании набирают вот сразу скопом тех, кто выпустился И там уже со школы начинают искать работу И потом, если ты там в 35 теряешь работу, ты потом ее не можешь найти И поэтому у них кроме суицида особо-то ничего и не остается Вот после того, как ты потерял работу Это действительно страшно Это большое культурное, знаешь, такое Это прям культурное Я считаю, это большой недочет И у них действительно есть программы, которые способствуют как-то движению к этому всему Но не будем брать в Японию У них же есть там и смерть от работы Мы, кстати, это тоже сегодня, я думаю, момент затронем Но все-таки возвращаясь к вопросу Если человек теряет очень что-то значимое Фактически для него это равносильно смерти Ну, то есть это потеря как близкого человека Потеря работы И это нормально, что человек в какой-то мере проходит стадии горевания Это нормально, потому что нашей психике требуется какое-то время на адаптацию Ну, то есть вот так вот переключаться – это биполярка Серьезно Ну или какие-то там субличности Вот они иногда так быстро переключаются А это плохо? Что, субличности? Это патология? Это, Илья, это… Не, я просто спрашиваю к примеру к тому, что я не встречал таких людей на самом деле То есть скорее бы хотелось познакомиться Возможно, просто появлялась такая ассоциация Что когда человеку говорят, например, какой-нибудь очень значимый раздражающий фактор Он на него реагирует абсолютно спокойно И он способен реально это все спустить на тормоза И заниматься делом и все То есть ни о чем не переживать Ты знаешь, это хорошо пролеченные в когнитивно-поведенческой терапии люди Там просто суть в том, что ты в этот момент четко задаешь себе вопрос Понятно, что есть просто в тот момент важно понимать, что у тебя есть две части Одна часть – это горюющая часть Ну, это как грипп, надо перележать То, что были там пять стадий по кюблер-рос, да, пять стадий горевания Это вот там, где гнев, отрицание, торг, депрессия, принятие Да, то есть это все, оно действительно все существует И не надо это как бы объединять Кто-то как бы по-другому немножко это все трактует Но суть в том, что эмоционально нам нужно давать время себе на восстановление Но с точки зрения именно когнитивистики, то есть именно рационализма Тут очень важно, во-первых, в первую очередь поставить, как бы ни было тяжело Поставить на первое место именно здравый смысл И посмотреть, что конкретно я могу сделать в этой ситуации Если, ну, условно, там от нас ушел человек Можем ли мы что-то с этим сделать? Если мы не можем что-то с этим сделать, мы можем спасать себя И смотрим, что мы можем сделать для того, чтобы спасти себя Если нет сил даже спасать себя, по крайней мере, больше не истощать Тут вопрос просто в направлении энергии Нашу энергию, это такой же ресурс, как и деньги, как и время Это то, что требует грамотного инвестирования Это, кстати, тоже адаптация Ведь на самом деле умение распоряжаться собственным ресурсом Умение распоряжаться своими деньгами Умение распоряжаться своим временем Личная эффективность, кстати, отсюда же произрастает Это тоже адаптация Потому что вокруг нас, ну, много не то чтобы соблазнов Но много необходимости учиться, охватывать Мы должны быть всем одновременно Мы сами себе менеджеры, мы сами себе все И вот в такие моменты очень важно понимать, во что ты инвестируешь Инвестировать себя стопроцентно в горевание Это не логично И это, ну, немножко такой патологический И патологическое поведение Потому что мы очень много потеряем И потом сложнее будет вставать Поэтому тут очень вовремя нужно сказать себе Стоп, остановись И уже как-то двигаться дальше Уже исходя из того, что имеешь Потихоньку Пусть это будет шаг за шагом Пусть это будет, ну, вот Потому что я знаю, что вот и даже на курсы приходят люди Которые потеряли работу Для них это шок и стресс Но здесь, опять же, очень важно понимать, во-первых Ради чего ты это делаешь Понимать, что основную энергию надо тратить Не на переживание того, что вот я такой плохой Поэтому я потерял работу Или вот, наверное, у меня здесь не получится Вот это же деструктивное, по сути-то, свое переживание Здесь важно сделать две вещи Во-первых, инвестировать себе максимум в учебу Во-вторых, поставить себе четкую цель Чтоб ты понимал, куда ты идешь И ради чего ты идешь Тогда инвестировать становится проще Хорошо Ну, вот, собственно, ты сама начала эту тему По поводу смены работы По поводу смены профессии Насколько сложно, в принципе, людям менять профессии И как часто это необходимо делать Если у тебя... Ну, ты понимаешь, что ты не на своем месте Знаешь, все очень зависит от человека Мы все разные У нас у всех абсолютно разные Даже акцентуации личности Вот есть такое понятие Ну, условно Кто-то более там общительный Кто-то более такой зацикленный на себе Кто-то более консервативный Кто-то более там радикальный Кто-то более легкий на подъем Ты же понимаешь, что личностный фактор Он тоже имеет здесь значение Плюс имеет значение, опять же, психологическая прокаченность Все-таки софт-скиллы, кто бы что ни говорил Что это какая-то вот там ненужная ерунда Это очень важная вещь, потому что это то, что помогает нам быстро адаптироваться Умение быстро переключаться Оно действительно зачастую спасительно По поводу того, что людям сложно менять профессию Ну, конечно Чем больше лет мы работаем в этой профессии Или чем больше нам лет Естественно Когда человек, не знаю, 20 лет отработал в какой-то компании Ему уже за 50 То есть он планировал, что еще несколько лет И он пойдет на пенсию Да, вот в этой же компании У него все как бы пучком То есть вот все так четенько А вот тут раз что-то случается И он теряет эту профессию Как ему двигаться, расскажи свой вариант В первую очередь восстановить себя Восстановить свой ресурс Потому что, ну вот смотри Это вот как пытаться начать играть в баскетбол Если у тебя сломана рука Сложно Это, ну, как бы Ну, одной рукой эта рука, если Ну, одной рукой Ну, ты понимаешь Это хорошего результата не будет Не даст То есть первое время Это дать себе, ну, по крайней мере, неделю-две восстановиться Потому что это стресс От стресса нам нужно восстановиться Вот как грипп Отлежать Дать себе возможность Отоспаться И вот потом будет ощущение Вот мы в прошлый раз обсуждали Что есть такая штука, как тоннельный синдром В состоянии сильного стресса мы попадаем Я напомню Мы попадаем в такую, как В такой, как тоннельчик И нам кажется, что вот мы бежим по одному маршруту И вот туда-туда свернуть мы не видим Не можем Потому что мы в стрессе Да Вот это реакция Бей или беги Мы убегаем от медведя Все, у нас есть только вот точка один А на самом деле Бесконечное количество вариантов может быть Но для того, чтобы выйти из вот этой вот точки Надо успокоиться В первую очередь Во-вторых, выйти и посмотреть, какие есть варианты Но это можно сделать, когда у тебя есть Ну хотя бы какой-то ресурс То есть ты не лежишь калачиком дома И тебе прям физически плохо Ну я думаю, многие дорабатывались до такого состояния Что ты просто лежишь И тебе ничего не хочется Вот в такие моменты пытаться Ну это я не знаю, как пытаться реанимировать дохлого коня То есть его бьешь дефибриллятором А он только дергается, дергается Какая-то не очень красивая метафора вышла Ну да ладно Что-то мне этим вечером Ну ладно, я постараюсь дальше Как-то все-таки Да не, нормально На самом деле Ну смысл-то понятен Смысл понятен То есть вначале Вот знаешь, хорошая есть вещь в самолете Там всегда говорят так Если произошла разгерметизация салона То вначале наденьте маску кислородную на себя А потом только на вашего ребенка Поэтому вначале надеваешь кислородную маску для себя Вернее на себя Да, чтобы какой-то кислород пошел Чтобы ты мог уже здраво рассуждать Здраво что-то делать Потому что без кислорода Ты никому нормально кислородную маску не наденешь И своему будущему детищу И своей будущей профессии Ты точно так же не наденешь кислородную маску Второй момент, момент конкуренции. Ты будешь заходить, условно говоря, на конкурентный рынок, скорее всего. И если конкуренты будут более отдохнувшими, у них будет преимущество только потому, что они более отдохнувшие. Я поэтому всегда на своих тренингах и занятиях по софт-скиллам, когда меня спрашивают, что первое нужно сделать перед собеседованием. Как думаешь, что я говорю? Отдохнуть. Выспаться и отдохнуть, ты абсолютно прав. То есть ты уже опытный человек в этом. Ну, пускай. Ну, то есть в том плане, в плане софт-скиллов. Да, я просто понял, к чему ты ведёшь, что в любом случае человек, он должен быть отдохнувшим, чтобы себя что-то выжить. Да, 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 да. И часто люди говорят, господи, у меня нет на это времени. Ну, вот вообще нет времени, ну, не терпит, ну. Всегда есть время, потому что, вот задумайтесь, если вот вы себя сейчас дожмёте, вполне вероятно, что рано или поздно ваш организм всё равно возьмёт этот ресурс, и он начнёт болеть. Он начнёт болеть, и ещё как болеть. И вы потеряете гораздо больше, чем если вы неделю, там, ну, две даже недели, вы просто пролежите дома, не обязательно заниматься рефлексией. Но не бывает такого, что вы можете бесконечно лежать и ничего не делать. Рано или поздно вам захочется как минимум встать и пойти себе приготовить еду. Потом захочется что-то посмотреть, потом появятся какие-то мысли. И вот так вот, знаешь, путь в 20 тысяч миль начинается с одного шага. Как реагировать на такие вещи, как, например, я уже подался на какую-то позицию, меня пригласили на собеседование, мне надо адаптироваться к тому условию, что я 10 лет никуда не ходил на собеседование. Тут важно, знаешь, понять, что в любом случае, как бы оно ни было, это будет крутой опыт. То есть уверить себя в этой позиции, да? Не то чтобы уверить, пойми, очень много зависит от того фильтра. Ну, у нас у каждого есть какой-то фильтр, ну, вот кто-то говорит розовые очки. Я говорю, что у человека есть негативный и позитивный фильтр. То есть кто-то в одной ситуации может увидеть там какие-то позитивные вещи, а кто-то будет видеть сплошной негатив. Я думаю, ты встречаешься с такими людьми. Конечно. Кто-то идет в магазин и его там бесят все, включая там тех, кто томно дышит ему в ухо в очереди. Или то, что не улыбается кассир, или то, что там, я не знаю, цены огромные стали. А кто-то приходит и говорит, ух ты, моя любимая шоколадочка. Вот. Ну, серьезно, а что в этом такого плохого? Нет, так и есть. Я так хожу в магазин. Я с тобой полностью здесь согласен, потому что токсичности у нас и так хватает. Недовольности тоже хватает среди людей. Поэтому надо быть проще. Надо быть проще, и понимаешь, мы и только мы выбираем, какой мы фильтр на себя наденем. То есть мы выбираем, какую мы одежду надеваем, мы выбираем то, как мы выглядим, и мы точно так же выбираем то, через какой фильтр мы будем смотреть на этот мир. И собеседование можно воспринимать как «какой ужас!», но при этом собеседование можно воспринимать как «это что-то интересное». Я всегда говорю так, относитесь к собеседованиям как к свиданиям, и вам станет проще, потому что вы идёте знакомиться. Это будет новый человек, это будут какие-то новые условия, и поверьте, не только вас выбирают, но и вы выбираете. Это тоже очень важный момент, который я всегда говорю на своих курсах. Так вот, это то, с чего, в принципе, мы всегда начинаем семинары. Поэтому ещё один важный момент, очень важно помнить о своих заслугах. Мы же как привыкли? Обесценивать себя. Особенно вот, знаешь, человек, который много лет работал на одной позиции. К примеру, вот мы общались с моим папой, он, к сожалению, потерял работу, но после многих лет, и вот ситуация была схожая с тем, что я описала. И вот когда я спросила, говорю, ну вот в любом случае у тебя было много достижений. Он такой, так что я добился? Я такая говорю, как, чего ты добился? Вот у тебя есть такие достижения, у тебя есть такие навыки. Ты умеешь делать то, ты потрясающий ещё и в этом. Плюс тут надо брать вообще все навыки. У тебя есть достижения в спорте. Ты потрясающий, на самом деле, отец. Ты потрясающий муж. Ты умеешь делать абсолютно 100-500 вещей, решать какие-то невероятные вопросы. И оказалось, и на фоне даже тех вот студентов, которые приходят ко мне на тренинг, никто о себе не думает с этой стороны. Люди себя обесценивают. То есть, и ты тоже скажешь, ну а что такого в том, что я закончил институт? Или что такого в том, что я открыл компанию? Ну а что такого в том, что я там, не знаю, день поиграл там, к примеру, со своим там ребенком, или побыл там с близким человеком? Ну я не знаю, как ты там скажешь. То есть я просто сейчас накидываю разные житейские ситуации. Это из воздуха. Люди обесценивают. А на самом деле всё это важно. Мы это очень важный такой инструмент. И все богатства мы носим в себе. В себе. И вот если перед собеседованием, во-первых, на курсах я ещё всегда показываю какие-то техники релаксации. В любом случае можете пользоваться разными штуками. Но и всегда помните, что каждый из нас — это априори сокровище. И не бывает пустых людей. Если вас уже пригласили на собеседование, вы уже имеете определённый вес. А если вы ещё перед собеседованием, я уже просто рассказываю тут, по-моему, много-много секретов, но ты просто так смотришь на меня, я понимаю, что ты ждёшься, и я давай. Конечно. Я надеюсь просто, что это видео реально многим пригодится. И, кстати, будущим студентам «Pitch Me Skills» тоже. Потому что я знаю, что для них это тоже очень большой, зачастую держащий момент, а вдруг не получится. Многие так тоже думают, потому что негативная установка, а вдруг она с нами живёт. Так вот, просто всегда помните, насколько вы большое чудо. Если вы мне не верите, да напишите мне, я вам за 10 минут напишу, и за 10 минут я вас найду как минимум 10 пунктов, за которые вы можете в себе гордиться. Да, я тебе могу там, ну ладно, как мы обычно, наша традиционная рубрика, за рамками эфира я тебе расскажу. Ну а вообще не бойтесь, не бойтесь менять, даже если это после многих лет. В любом случае вы не разучились говорить. За 10 лет вы стали крепче, за 10 лет вы стали мудрее. Если вы 10 лет работали в одном месте, слушайте, это же очень круто, что вы могли быть настолько стабильными. Любую, любую, любую вещь и любое событие можно обернуть в плюс. Опять же, зависит от фильтра и от нашего умения самопрезентации, от наших софт-скиллов, кстати, тоже. И вот часто, знаешь, говорят, вот эти курсы ничему не учат, вот ты останешься прежним, только деньги потратишь. До такого я вижу в интернете и каждый раз, помнишь, мультик «Геркулес» смотрел? Слушай, ну это было очень давно, но я смотрел. Там был Аид, вот у него на голове горело синее пламя. Всегда у нас синее пламя горело. Вот, вот я себя в тот момент чувствую Аидом, он когда злился, он начинал гореть таким оранжевым пламенем и до плеч. Вот я себя примерно чувствую в тот момент Аидом, который хочет сказать «Как?», ну вот просто, ну вот просто, вот как так можно? Ну, просто очень много осуждающих. А кто среди этих осуждающих? Это люди, которые не удовлетворены жизнью и не хотят ничего менять. Потому что, ну проще сказать, это не работает. Вот мне нравится, когда, знаешь, приходят люди на тренинги и говорят, да не работают эти ваши там техники релаксации. А человек при этом сидит всю технику релаксации с открытыми глазами и в телефоне копается. Так оно и не заработает. Ты попробуй. Нет концентрации. Это как в том анекдоте. Ты хотя бы лотерейный билетик-то купи. Вот. Поэтому, собственно, отсюда, мне кажется, этот миф и растет. И он еще растет действительно из боязни. А вдруг не получится. Действительно, ну что скрывать, не все рождены прям вау-атишниками. Но всегда аж можно найти какую-то свою нишу. Кто-то будет дизайнером, кто-то пойдет во фронтенд. Кому-то будет круче управление. Кто-то сможет работать тестировщиком. Не все будут разработчиками. Ну зачем врать? Но каждый сможет найти какую-то свою нишу. Кстати, вот мы с тобой говорим не только про адаптации, но и про профессии будущего. Я начала интересоваться этой темой. Чем дальше, тем больше, вот говорят, что IT это не для гуманитариев, тем больше IT будет становиться гуманитарным. Потому что необходимо не только какое-то механическое исполнение действий, но и необходимо какое-то внедрение новых вопросов, новый взгляд. Это работа непосредственно с людьми, это работа непосредственно как раз-таки со софт-скилами. И это то, что будет востребовано. Поэтому бояться, да не надо бояться. Вы в любом случае, вот как я заметила, войти надо войти. А кем ты уже войдешь? Это не важно. Это правда на самом деле. Туда главное войти, зацепиться и остаться. И не важно, кем ты будешь. Я тоже пыталась, пробовала. И это тоже была не одна роль. Я не стыжусь этого. И я думала, что ты тоже что-то пробовал. И это были то, что ты делал 10 лет назад, и то, что сейчас. Это разные действия. Но это не значит, что какое-то из этих действий плохое. Пройти хорошо. Мы с тобой, в принципе, остановились на хорошем моменте, что туда самое главное попасть. Там можно закрепиться, дальше там развиваться и менять направление специальности в профессиональной области. Смотри, у меня будет такой вопрос. Насколько сейчас динамично меняется рынок профессий в Беларуси и вообще в принципе в мире? Что касается рынка Беларуси, я не скажу, что он прям передовой. Давай будем честными и откровенными. Но действительно есть профессии, которые прям отмирают. Ну вот, не знаю, типа профессий там почтальона какого-нибудь. Бухгалтерия очень сильно уходит на задний план. В том плане, что люди, если это мелкий бизнес, сами начинают. Либо автоматизируют. Есть огромное количество автоматизированных программ, поэтому уже бухгалтерский отдел зачастую уже такой не нужен. Это кассиры, потому что появляются пункты самообслуживания. И вот такие вот профессии, они действительно в Беларуси сворачиваются. Ну то есть у нас, я не могу сказать, что это какие-то такие прогрессивные вещи. Ну это не массово еще пока, да. Но если смотреть общемировую тенденцию, да, то как бы международные эксперты предсказывают, что где-то к 2022 году необходимо будет 54% сотрудников пройти какие-то дополнительные курсы квалификации, как-то улучшить свои скиллы или же немножко переориентироваться, потому что рынок начинает очень сильно меняться. И вот в последние сколько там, 3-4 года, вот там был взят отрезок от 2018 до 2022 года, там прям реально прорыв. И действительно есть необходимость в новых знаниях, потому что большое количество достаточной технологий внедрилось, внедрилось технологии проектного менеджмента. И очень многие вещи стали автоматизированными, я думаю, и в IT, то есть это тебе виднее, насколько вещи многие стали автоматизированы, уже какие-то куски кода, они уже отработаны настолько, что там в принципе человеческий фактор, он важен только на уровне присмотра. Ну, я тебе скажу так, для IT это все-таки не так актуально. Я все-таки вижу за тем, что... Для нашего IT. Да, ну я скажу даже, наверное, за мировой. То есть я, конечно, не разработчик, но общаюсь с ними достаточно времени. Я наблюдаю тенденцию, что скорее вырастает требование к первоначальному входу. Да, это есть такое, чтобы там полностью все автоматизировалось, пока что еще нет. Скорее появляется очень много прикольных, крутых инструментов и прибуд, где вырастают отдельные специалисты на основе работы с ними. Например, вот знаешь, как типа долгое время не было понятия девопса, как такой профессиональной самостоятельной единицы в IT-шке. И потом она появляется. То есть в мировой IT-шке это появилось, если не ошибаюсь, ребята рассказывали лет 10 назад. То есть у нас это начало так в году 15-16 активно пробуксовывать. Слушай, даже если, я не знаю, в Teach Me Skills появятся через пару лет курсы тренировки нейронных сетей, я буду не удивлена, если честно. Потому что какие-нибудь визуальные нейросети, они будут, допустим, очень развиваться, очень популярны. Более того, вот касательно и IT, да не только IT, многие профессии, они становятся преобразованными очень. То есть будет понятие IT-медицины, да, то есть то, что называется телемедицина, все-таки будет IT-медицина, какие-то это будет больше приложения. Там, где можно задействовать без, грубо говоря, непосредственно специалистов. Хотя будут профессии, вот когда говорят, вот нас ожидают там чуть ли не войны роботов, там и прочее-прочее. Но это сомнительно. Есть сферы, в которых невозможно без людей. Медицина без людей. Пока что нет. Еще очень много нет, потому что никогда тебе ни один компьютер, ни столько всего не структурирует за единицу времени. Человеческий фактор и человеческое там касание и так далее, это те вещи, которые, ну, слишком сложные. И человеческий организм, он слишком сложный. То есть нельзя настроить, грубо говоря, одну, один гаджет под всех. Нет. Мы все слишком разные. И вот в этом вопрос. Точно так же это касается вопросов и образования, и какого-то, вот знаешь, такого дошкольного образования, к примеру. Вот ты представляешь себе электронную воспитательницу в детском садике? Ну, я тебе скажу так. Я, в принципе, люблю понять научные фантастики, как бы читая книги какие-то и смотря фильмы. Я понимаю, что как бы при должном уровне организации это возможно. Но. То есть мы все-таки тут равняемся на то, какая была практика у нас, и нам тяжело перенести это все в школу будущего и сказать, что вот это вообще будет в принципе невозможно, и человека не заменят. Ты знаешь, роботы никогда не заменят тепло, роботы никогда не заменят умение любить, эту эмпатию какую-то, роботы не заменят этого. Да, это сложно. Поэтому во всех специальностях, где важна эмпатия, где важно тепло, где важен человеческий фактор, то есть туда же и психотерапия, и коучинг, и многие-многие другие сферы, в любом случае человеку нужен человек. Да. И это никуда не уйдет. Но то, что сферу уже и школьного образования, и университетского образования надо кардинальным образом менять, это факт. Особенно в наших широтах это факт, который имеет место быть. То есть точно так же стоит менять подход к профориентации. Да, вот то, что тесты на профориентацию. Ты когда-нибудь задумывался, проходил вообще когда-нибудь тест на профориентацию? Ну, перед поступлением в ВУЗ. И что, помогло? Ты знаешь, если я его не запомнил, наверное, не помогло. Вот. Потому что на самом деле я читала вот эти вот все исследования, которые связаны с профориентацией, мне было интересно, реально ли работает, не работает. Ну, то есть как? В чем-то плюс-минус километр может быть какое-то дополнение и будет. Но, опять же, это всего лишь тест, который, ну, просто сугубо сухой тест. Я прекрасно помню, когда я проходила, мне далось десяток абсолютно полярных специальностей. Нет, действительно, я работаю по некоторым этим специальностям, но таких оригинальных людей, скажем, слава богу, в жизни немало. То есть мне дали там журналистику, медицину, программирование, что там еще, спорт и искусство. Ну, я с тобой соглашусь, знаешь. То есть это было слишком, ну, объять необъятное. Обширно, обширно, да. Мне тоже такая точка зрения складывается, что отчасти тесты – это неплохой индикатор, чтобы сузить поле деятельности твоего. То есть из ряда, вот смотри, вот ты приходишь, вот предположим, что ты просто чистый лист, ты вообще не знаешь, чем ты хочешь заниматься. Ну, слушай, ты тогда инопланетянин вообще, чего ты пришел? Хорошо, хорошо, да. Ну, то есть вот предположим эту идеальную картину, когда вот человек, чистый лист, он вообще не знает, чем заниматься. Приехал на единороге, короче. Да, да, он проходит тест, и вот ему тест уже там выдал только 20 профессий, куда ему можно идти себя пробовать, да. Но понятно, что как бы тесты – это то же самое в какой-то степени, очень грубо будет сказано, это как гороскоп. То есть они тебе формируют какую-то планку из разряда, что вот, вот таким вот образом ты должен думать и так вот действовать. Хотя на самом деле же нет. Знаешь, какие гороскопы я люблю? Какие? Где пишут всё хорошо. Потому что я обычно считаю… Нет, 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 где описывают что-то хорошее. Вот я сразу, знаешь, могу открыто такой гороскоп посмотреть, что меня сегодня ждёт – любовь, подарки, чудеса. Я такая думаю, м-м-м, будьте здоровы. Ради этого однозначно стоит как минимум встать с кровати и как минимум мыться и переодеться из пижамы. А мало ли там принц приедет там на коне или без коня или ещё что-нибудь. Ну, в общем, вот такие гороскопы стоит слушать. Возвращаясь к тестам про профориентацию, всё-таки мы тут люди серьёзные как бы немножко. Были ещё очень интересные американские тесты где-то в 80-х годах. Они тоже, кстати, спойлер, невалидные. Там попытались определить профориентацию человека по его хобби. То есть, типа, смотрели, какие у человека хобби, и после этого тебе предлагались какие-то профессии. Помнишь общий индикатор? Ну, хорошо, у меня хобби, я там люблю читать. Что дальше? Ну, то есть, тебе бы, наверное, предложила профессию какого-нибудь библиотекаря, 80-х копирайтера. Я думаю, вряд ли ещё не было тогда той специальности. Ну, допустим, ладно, какого-нибудь копирайтера, писателя, там, журналиста, возможно, да, ну, ну, что-то такое. Но, возможно, я сейчас задумывалась о том, что если бы мне по моим хобби предложили профессию, это было бы стыдно. Но это неважно. Окей. В общем, на самом деле, суть была в чём? Суть была в том, что это работало на очень ограниченном круге людей. То есть, к примеру, действительно, автомеханики чаще всего увлекаются машинами. Ну, и норм. Ну, как они, автомеханики, да. Ну, и норм, то есть, у них там совпадение, не думаю, или там, думаю. Точно так же на людей, которые занимаются там, не знаю, там, кто-нибудь, кто работает там в профессии столяр или там плотник. Вот у них обычно тоже вот какие-то такие именно работы руками, вот что-то такое. Но есть люди, вот, к примеру, да, те же журналисты, какие-то творческие люди, программисты, кстати. У них вообще хобби чаще всего не совпадает никак. Ну, с их ремеслом, да. Вообще никак. А зачастую это вообще просто очень противоположные вещи. И вот в такие моменты, ну, вот, короче, это тоже не работает. Самая рабочая вещь на эту тему, вот, которую я нашла. Когда-то в Китае попробовали сделать такую штуку. Они попробовали в нескольких школах внедрить такой момент, как цикл лекций по профориентации. То есть они просто разговаривали со школьниками о том, что вам нравится. А вот как то, что вам нравится, можно вообще, в принципе, интегрировать в жизнь. И вот это реально дало гораздо больший, больший, больший такой, знаешь, цимис, что ли. Ну, цимис, так назовём, да. Да, от того, что детьми позанимались, и вот эти дети зачастую были больше довольны своей профессией. Сразу вопрос тогда. Смотри, раз ты это затронул, то есть китайская практика реально очень прикольная. Как вообще ребёнку в школе понять, чему хочет заниматься? Ты знаешь, тут зависит многое от родителей. Действительно, очень многое зависит от родителей. Потому что как устроена вообще ментальность, к сожалению, в Беларуси. Ну вот, к примеру, либо родители пытаются реализовать свою какую-то картину мира в детях. Через ребёнка, да? Да, то есть, ну я не знаю, там, к примеру, абстрактный отец хотел играть в футбол, и у него родился сын. Сын хочет играть на фортепиано или там на скрипочке. Нет, ты пойдёшь на футбол. Нет, ты пойдёшь на футбол. Или же наоборот. Вот ты приходишь к родителям и говоришь, я хочу учиться в музыкальной школе. Они тебе говорят, ты через неделю забросишь. Ну да, мотивация со старта сразу. Всё, где мотивация со старта? Ну, это в кавычках, естественно. То есть, или ещё лучше. Там, ты приходишь и говоришь, мама, я хочу быть балериной. А тебе мама говорит, с твоей-то фигурой. Да ты посмотри на себя. Особенно вот булку сейчас на ночь точишь. Пам-парам-парам. Всё, какая мотивация? И чаще всего вот к девятому, к одиннадцатому классу мы имеем таких нервных школьников, которые понимают, что им куда-то надо поступить, чтобы не загреметь в армию, чтобы не остаться нигде и желательно поступить на бюджет, потому что учиться дорого и получить общагу. Я думаю, ты это замечал. Ну да. А идут они зачастую вот где ЦТ проще сдать и где меньше баллов. Мало кто идёт за мечтой. Нас как-то не учат мечтать. А вот это вот абсолютно зря. Я считаю, что это вообще какая-то вселенская несправедливость. Мне кажется, что всё должно начинаться. Вот говорят, школа должна чему-то учить. Нет. На самом деле мы сами должны своих детей, ну или там, не знаю, друзей, или там близких, просто своим примером. Учить мечтать, учить именно стремиться к своим целям и поддерживать, 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 поддерживать. Как бы это ни казалось абсурдно. Даже если, я не знаю, там, кто-нибудь из твоих друзей, там, мастит их айтишников, скажет, а я хочу заниматься татуировкой. Ты ж не скажешь, но... Я не буду никогда договариваться. Наоборот, круто. Наоборот, ты скажешь, это круто. Это искусство, да. Да, это искусство. И почему-то как-то вот в наших широтах не принято вот это вот менять. Более того, начинаешь получать второе образование, тебе что говорят? Ты вечный студент. Ты просто не хочешь брать ответственность за свою жизнь. А ведь это сейчас так не работает. Рынок абсолютно другой. И это нормально, что мы меняемся в течение жизни. И это нормально, что мы приходим в какую-то профессию, достигаем там определенного толка и понимаем, что нам нужно что-то другое. Я не вижу в этом ничего плохого. То есть то, что можно порекомендовать подросткам, смотрите, что вам нравится. Смотрите, к чему вас тянет. Ищите единомышленников. Потому что сейчас мы живем в классное время, где есть интернет, где есть какие-то ролики на ютубе, где есть какие-то сообщества, которые могут вас поддержать. На самом деле было бы только желание. Сделайте первый шаг во всяком случае. И не бойтесь. Важно понимать, что если мы это откладываем, 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 рано или поздно мы придем к большому самопредательству. То, что мы окажемся не там, не с тем и не с теми. Вернемся к нашим взрослым. Да, вернемся. Я вот взрослый, я начал меняться. Я взрослый. Да. Я верю. Да, я взрослый, я начал меняться. После 10 лет застой на одном рабочем месте, которое я потерял, я в итоге понял, что прежде чем получить другую работу, возможно, работа мечтами надо пройти обучение. При этом мое реальное окружение меня не поддерживает в этом стремлении. И семья, и коллеги, бывшие там друзья. Они просто говорят, что я впал в детство, что в принципе мне надо просто херачить и зарабатывать деньги, не важно кем. Как им объяснить, что эти перемены к лучшему? А надо ли вопрос? Тут вопрос в том, что потратишь ли ты... Смотри, вопрос ресурса. Вот представим, что у тебя, ну для того, чтобы сменить работу, это нужен просто нереальный ресурс. Ну да. Когда ты теряешь работу, ты уже подгоревший. Угу. Ну не как пирожок. Под копчёный. Поджаренный, это будет совсем уже не в ту сторону. Ну не важно. В общем, в общем, ты в каком-то состоянии аль денте находишься. Хорошо. Вот. Я это назову красиво. А теперь представь, тебе нужно ещё тратить ресурс, кроме учёбы, на то, чтобы кого-то в чём-то переубеждать. Ну вот я не знаю. Это как попытаться переубедить бабушку сидящую у подъезда, что ты не такого поведения, как она о тебе думает. И что то, что ты улыбаешься, это не результат того, что ты принимаешь, а это просто результат того, что ты умеешь позитивно смотреть на мир. Да? То есть вот как в истории с бабушкой. Вот надо ли переубеждать эту бабушку? Ты её не переубедишь. Хорошо. Хорошо. Я здесь согласен. То есть можно просто не распыляться. Не распыляться. Что делать? Искать единомышленников среди однокурсников. Среди, вот допустим, про нашу школу можно говорить? Конечно. Всегда очень, ну вот то, что я заметила, очень такая поддерживающая среда. Мы даже часто на тренингах обсуждаем это. Часто приходят люди и говорят, меня пригласили на собеседование, я не знаю, что делать. Если у меня завтра собеседование, поддержите меня. Мне некому обратиться за поддержкой. И вот даже был случай, пришла девушка такая, говорит, вы можете меня просто обнять, мне очень-очень страшно. Естественно, я обняла эту девушку. Она получила работу, всё хорошо, но зачастую достаточно мелочей. И это мелочи, за которыми не надо стесняться обратиться к менеджерам, к администраторам, к своим преподавателям. На самом деле, преподаватели, это не люди, которые оторваны и живут на какой-то радуге. Это люди, которые точно так же входили в IT. И не у всех этот путь был лёгок. И это люди, которые для того, чтобы стать преподавателем, прошли огромный путь, прошли большое количество курсов. И все мы сталкивались с каким-то хейтом, всем нам прилетало, и всем нам, ну, как минимум, один раз говорили, ты вообще какой-то ерундой страдаешь. И вообще, зачем это тебе преподавание? Лучше бы ты какими-нибудь серьёзными вещами занимался, а не два раза в неделю кому-то что-то толдышил. Объяснял, да. И вот надо искать точки опоры. Плюс надо искать то, что тебя наполняет ресурсом. Я понимаю, что сейчас кто-то скажет, о, это ваш этот коучинг. На самом деле, это всё в жизни работает. Я ничего не придумываю, это абсолютно простые вещи, но которые доступны нам здесь сейчас. Смотрите, что вас заряжает. Это какие-то хобби. У кого-то это будет спорт, у кого-то это будет полежать в ванной, у кого-то это... Полежать на диване. У кого-то это будет полежать на диване, это тоже неплохая, зачастую неплохой способ отдохнуть. Главное не залеживаться. Да, потому что можно начать нехорошо пахнуть. Нет, ну, на самом деле, невозможно продлежать столько вот без движения и вот ни к чему не прийти. Нет, ну, можно, конечно, такую обломовщину развести, но мне кажется, что человек, который пришёл на курсы в IT-школу, это уже определённый не такой человек, это уже первичная мотивация присутствует. Самое главное после этой первичной мотивации не потерять её, а поддерживать её. Поддерживать её окружением, то есть окружением не близким, а окружением, вот которое есть здесь сейчас. Потому что часто бывает там на курсах, да, даже у меня на занятиях кто-то говорит, у меня там затык, я не знаю, что делать, я хочу брать академку. И тут кто-то, сосед там по креслу, скажем так, говорит, так слушай, я тебе могу помочь объяснить эту тему, я её хорошо понимаю. Раз-раз, всё, нетворкинг в действии. Сработал, да. И действительно, я говорю, ребят, уже обязательно после занятия говорю, ребят, так обменяйтесь контактами, и у них уже нетворкинг пошёл, они уже там. Увели мосты, да. Да, да, да. И вот в этом всём огромное количество силы. Я бы хотел тебя спросить, в чём сила? В чём сила, брат? Да, но это вопрос другого автора, поэтому я тебе задам такой вопрос. Есть ли верхняя планка возраста, когда вот это всё, это уже поздно? Когда ты умер. То есть до этого момента, в принципе, можно двигаться и можно меняться. Конечно, не только можно, но и нужно. Знаешь, вот если ты ко мне придёшь через 60 лет и скажешь, София, я хочу что-нибудь изменить в своей жизни. Уже 90 будет ещё. Я не доживу до такого возраста. Хотя, я всем говорю, что доживу, потому что медицина шагнет на новый уровень. У меня будут деньги. прокачаться. Да, обязательно. Прокачаться. Да, да, да. Тут даже и не говори. Мы тебя прокачаем так, что ты не только... Свои 90 буду выглядеть на 60. Что ты свои 90 будешь просто... Вот. Ну, посмотрим. Спорим. Ну, давай, давай. Попробуем, попробуем. Первый спор на канале. Попробуем, попробуем посмотреть. Блин, ну, долго ждать. Ну, ладно. Ладно. Можем на какой-нибудь меньший срок забиться, но вот если ты ко мне там придёшь через 5 лет и скажешь, я хочу стать, ну, не знаю, там, инструктором по йоге или модным стилистом, или, не знаю, вот сейчас, допустим, новая специальность какая-нибудь, там, генетическим диетологом или генетиком-спортсменом. Я люблю пожрать, это не про меня, вот честно. Нет, так ты просто будешь изучать, как жрать из твоей генетики, чтобы не толстеть. А, это другой вопрос. Не, ну, ты скажешь, я хочу стать поваром молекулярной кухни. Да, пускай будет просто хорошая кухня. Вот, французская, итальянская. Да, я хочу учиться в Le Cardeau Bleu. Ой, ё-моё, не, французский вообще не моё. Хорошо, хорошо. Не важно. Вот ты придёшь и скажешь, я хочу вот изменить свою жизнь. Я тебе не буду говорить про возраст, я просто тебе скажу, давай мы просто сядем, обозначим сроки вот этой взлётной полосы, посмотрим, насколько у тебя есть там финансовых ресурсов, насколько у тебя есть там внутренних ресурсов, и простроим там план действий. То есть, потому что нам кажется, что, господи, поменять профессию, это так сложно. Но на самом деле, да, я сказала голосом озвучки, но не важно. На самом деле, вот этот вот слон огромный и страшный, это то, что называется психологией сложных стимулов, до тех пор, пока мы это не разберём на простые действия. Потому что для этого нам нужно там просчитать условно бюджет, нам нужно найти место, где мы будем учиться, посмотреть, какие туда нужны документы, пройти какие-то там условно языковые курсы или подготовительные курсы, и вот разложить это на абсолютно разные действия. Составляющие. И получится, что это займёт не так много времени, и это не так прям страшно, потому что вот эту вот гору фудзи, мы её разберём на кирпичике. Просто суть-то в том, что нет вот этого возраста. И даже за рубежом часто люди за 70, за 80 идут учиться играть на фортепиано, идут получать новую специальность. Я даже в БГУ, вот я преподавала в БГУ, я видела студента, ему было за 70, и он пошёл учиться на ЕЁФА, чтобы стать адвокатом для пенсионеров. Я не знаю, чем закончилась эта история, а причём он пошёл для того, чтобы, там не помню, внук или внучка у него были, но для того, чтобы соревноваться, у кого круче зачёт. Успеваемость. Да, у кого круче успеваемость. И вот он всегда говорит там, ю-ху, я вышел там на 0,2 балла. Почелленджил, короче, он своего внука по полной программе. Да-да-да. В общем, в общем, так, дядечка пранковал по полной, как нынче модно говорить. Но с другой стороны, я не вижу в этом ничего плохого. Ничего плохого. Более того, откройте большой секрет, я хочу получить третье высшее образование. Я в этой области им дам. Вышка через ГОС, и я вообще не хочу этим заниматься. Я хочу получить такую вышку, которую надо получать через ГОС. Поэтому, поэтому, в общем, я думаю, что... вот честно поддерживаю полностью твое стремление про получение образования, но я больше там поддерживаю. Пускай в идеальной картине это просто будет какой-нибудь крутой международный вуз, там институт, либо что-нибудь еще. В той картине, которая близка мне по духу, то есть это какие-то специализированные курсы, какие-то коучи, опять же, какие-то тренеры, но точно не белорусское гособразование. А я не сказала про Беларусь, но это не важно. Ну да, да. Ну, кстати, в общем, ладно, это уже отдельный вопрос, но я могу сказать, что все образования, которые я получала, плюс я проходила достаточно большое количество курсов, ну ты в курсе, такая тавтология небольшая вышла, все-таки, все это работает. В моем случае работает абсолютно все. Я прихожу на каждый тренинг, и я понимаю, что мне нужно все. Весь бэкграунд, который у тебя был на куплен годами, да. Он собирается воедино, и он движет. И я понимаю, что я не могу вот работать и не учиться чему-то новому, потому что каждый момент появляются новые задачи. Более того, приведу простой пример. Начался, началась корона, началась коронофобия. Это паническая боязнь заболеть короной. Да, коронофобия, да. И начались особые проблемы. Начались какие-то социальные изменения, там, к примеру, в стране, и тоже уже начались какие-то определенные тоже проблемы. Фобии, да. Не только фобии, но определенные, определенные там в грани, проблемы, особенности, скажем так, особенности. И вот для этих особенностей ты переобуваешься в воздухе. Обычно ты задаешь вопросы, всегда всем неудобные. Я решила задать тебе вопросы. Твой любимый мультгерой? Пускай будет Человек-паук. Почему? Ну, не проб... Колготки? А? Колготки? Нет, абсолютно нет. Это дохляк, который с мозгами, который получил суперспособности. То есть ты прямо сейчас описал себя, но не в костюме? Пускай, да. Я не дохляк у меня. Нет, ты не дохляк, ты красавчик. А скажи, вот если бы ты менял профессию вот сейчас срочно, кем бы ты стал? Человеком-пауком, космонавтом или кем-нибудь еще? Ты знаешь, я бы все равно хотел бы работать в большой корпорации. Просто хотел бы работать не на себя, а на кого-то и делать большой продукт. Если говорить о радикальной смене, я бы, наверное, пошел продавать книги. Чем бы ты никогда в жизни не стал заниматься? Гробами. Я бы не хотел иметь ритуальный бизнес. Вот честно. Вообще, я эту тему ненавижу дико. Она меня пугает просто. Она меня, не столько даже противно, сколько она меня просто пугает. Это вообще не мое. Какой бы ты гештальт хотел закрыть? Честно говоря, даже не знаю. Наверное, вот три года назад это было актуально. Сейчас, давай так, я назову абстрактно, но ты поймешь. Основной гештальт это если есть что-то новое, что мне пока непонятно, просто копать, 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 чтобы это новое и непонятное для тебя стало узнаваемым и понятным. Если ты будешь копать, 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 то ты докопаешь до нефти, я думаю. Ну да, либо до ядра земли. Одно из двух. До земли. Ну и последний вопрос. Вот если бы у тебя была возможность стать рок-звездой, ты бы согласился? Да, определенно. Почему? Что привлекает? Ты знаешь, все мы, тщеславные, это первое, то есть всегда хочется просто побыть второе. Мне просто интересно, как это. То есть мною не столько даже движет вот этот свет софитов, который может быть, там, крики толпы, скорее просто как почувствовать этот момент. А что это такое? А ты бы был Ози Осборным или Тильм Линдеманом? Слушай, ни тем, ни другим. Не мое. Немножко. Я все-таки... Юрий Лоза. Ой, блин, не дай бог, не дай бог, не дай бог, не дай бог. Вот. Давай, и давай я тебе не буду называть конкретно кто, потому что у меня много есть исполнителей, которые мне нравятся, но вот эти два не попали. Хотя, если ты меня более спросишь конкретно, все-таки пускай будет Ози. Хотя я не настолько экстравагантный, как он, да, да, я не такой, как он. Спасибо. Спасибо. Друзья, мы поговорили об очень важных и многих сегодня психологических моментах. Помните самое главное. Отдыхайте, принимайте себя такими, какими вы есть, изучайте новые профессии, а самое главное изучайте программирование. Как нас найти и что изучать, ссылка будет внизу. И мы еще увидимся. Пока.